Ну что, у нас вторая часть расхламления под кроватью, первая, ссылку на первую я оставлю в описании, и сможете потом посмотреть, мы там очень много всего интересного расхламили, расхламляли верхнюю часть и некоторое количество платьев и юбок. Сейчас я тоже не знаю, что мы будем расхламлять, я просто достаю вот отсюда вещи по порядку, что попадется, и смотрю, это имеет место в современном мире для того, чтобы носить хоть камни-то, хоть карта, или если нет. Если нет, мы от этого исправляемся, если да, я это оставляю. У меня вот сзади есть часть вещей небольшая, которую я решила оставить, либо здесь, либо отвезем родственницам Ника, возможно, они захотят это себе забрать и поносить, ну, если нет, то выкинут. Так, что у нас первое? Первое у нас идет футболка, тоже, блин, с какого-то жуткого синтетического материала, с синим цветком, но поскольку это жуткий синтетический материал, а не хлопок, который может греть, ну, это уже, конечно, никуда, поэтому от нее, естественно, избавляемся. Так, тут еще у нас брюки, но они пойдут на потом, чтобы мне ракурс поменять. Так, еще одно платье, блин, вот это вообще просто Эмма отдыхает, то есть, это мало того, что платье такое, ну, прямое, а-ля платье-халат, только оно не халат. Вот, здесь у нас на груди, на вырезе, тоже в начале 2000-х было модно вот такие маленькие бантики завязывать, они были абсолютно везде, сейчас, конечно, это совершенно не актуально. И вот этот вот, какие-то серо-розовые цветы на черном фоне смотрятся, ну, архаично очень сильно, поэтому, конечно, это совсем не актуально. Материал как будто бы креп, ну, может быть, и какая-то жуткая синтетика, похожая на креп, непонятно. На инвест бренд, написано, кстати, что стопроцентный шелк, но как-то не очень. Ну, в общем, в любом случае, это очень корейский шелк, ну, да, есть вопросы к этому шелку. Ладно, отправляем на переработку. Так, дальше, бренд Виньявера. Это свитер. О, кстати, сейчас посмотрим состав. Тут даже от сглаза есть булавочка. Так, из чего сделано? Сто процентная ан... А, нет. Семьдесят процентов шерсть ламы, двадцать ангорка и десять полиамид. Кстати, неплохой состав. Я даже оставлю этот свитер, потому что, ну, он может греть, и он такой, из-за того, что такой бежевый цвет, он вполне себе универсальный. Так, тут, конечно, есть пыль какая-то на нем, но в целом катушков нет. У него есть небольшой плоский принт. Видите, он еле-еле различим. Но, в целом, его как теплую вещь какую-то можно вполне себе оставить. Плотненький он, конечно. Я люблю более мягкие вещи, но в целом можно оставить тоже, да, когда... Наступит, я надеюсь, тот день, когда здесь останутся, ну, такие уже вот нормальные вещи, которые вне времени, которые можно носить в любом возрасте, и это будет смотреться нормально и современно. Ну, только базовые вещи, в общем-то, оставляю. Я надеюсь, наступит когда-то тот момент, когда останется тут только избранные вещи, которые я все прочекала, и мы сможем из них сделать, во-первых, какие-то, может быть, подборочки луков, что с чем можно носить. Это тоже бывает достаточно интересно, и необычно покреативить можно. Вот. И опять же, можно будет их еще раз прочекать, если их будет тумач много, потому что, ну, на сколько вы сюда приезжаете? Ну, на две недели в отпуск люди обычно ездят. Ну, максимум на месяц. Вот. И, в принципе, если тут будет разнообразнейший гардероб, то вряд ли это кому-то нужно, потому что понятно, что все всегда приезжают со своими вещами. Представляете, Трамп решил залезть в сумку. Трампи, Трампи, тебе там хорошо? Хорошо, да? Удобненько? Трамп решил залезть в эту сумку и тоже помочь поразбираться. Так, ну, продолжаем дальше. Дальше у нас идет найковская из синтетического материала, но найковская спортивка, спортивная, как это, кофта, олимпийка. Тоже, блин, в пятнах. Жалко, конечно, в пятнах. Что, зацепки есть нету? У-у-у, тут даже не одно пятно, у нее вот вся вот эта левая пола вон в каких-то желтых пятнах. Ну, это, конечно, да. Ой, зацепок сколько? Жалко, но отправляем на переработку. Так, дальше у нас есть... Ух, красивый! Когда-то красивый мог быть топ. Ну, в принципе, и сейчас может быть. Да, в принципе... А он что с... Ух ты! А у него интересно, как сделано по бокам вот здесь вот вставки типа корсетного плана. Ой, да, у него весь лифт получается с этими вставками. Интересно, интересно. Да. Интересно-то интересно, но... У него пайетки уже вот здесь вот все пообтесались и отвалились часть. Да, ну, конечно, это никто уже восстанавливать не будет. Жалко. А так была интересная вещь, хоть и современная. Тоже где-то, наверное, 2000-е начало. Но в целом у нее... Смотрите, как прикольно сделано. Я так подозреваю, что это тоже одна из тех вещей, которые надыбали в одном из секондов. Хотя, может, я ошибаюсь. Вот. Смотрите, какой интересный декольте. Видите? Оно сделано по форме... Ну, как бы фигурно. Фигурно вырезано. И с учетом того, что лифт весь с косточками, это должно быть очень комплементарно на груди. Очень интересно. Но, к сожалению, уже пайетки обтесались, ободрались. Поэтому будем избавляться. Так. Дальше что у нас? О, господи. Это юбка. Юбка с клиньями. Да, она клиньями сделана. То есть, на талии она прилегает, чтобы не создавать лишний объем. А дальше идет клиньями. Но такие юбки уже не носят. Разве что Wednesday Adams такое может носить. Вот. Поэтому еще, знаете, что выдает возраст. Одно время было модно, чтобы вот эту строчку с зигзагом... Я надеюсь, вам видно. Было видно. Вот. И это было где-то 2010-е годы. Это было очень модно. Но сейчас, конечно, такое не делают. И если делают так, чтобы было видно строчку, там совершенно другая обработка. Поэтому, да, эта юбка, конечно, уже не актуальна во времени. Хотя, качество хорошее. То есть, и материал такой, которому не сильно, скажем так, липнет. Но не сильно всякая пылюшка. И подкладка есть. Но, конечно, да, она уже совсем не актуальна. Поэтому избавляемся. Дальше что у нас? Ух ты! Что-то веселенькое. Что-то веселенькое. Какой-то... Сарафан. Да? Это сарафан? Блин. Это вроде бы на взрослого человека. Но с каким-то детским принтом выглядит странновато на самом деле. Что это такое у нас? Так. Непонятный. Баумволе. 100% Баумволе. Не знаю. Наверное, по-немецки написано. Я, к сожалению, не знаю, что такое на немецком Баумволе. Но на ощупь это хлопок. Поэтому я подозреваю, что это вот Баумволе. Это все-таки хлопок по-немецки. Вот. Но это сарафанчик летний. Тоже похож на какой-то бабушкин принт. Либо детский принт. Ну и, конечно, вот эти вот кармашки. Видно? Тоже очень девичьи. Это для тех взрослых теток, которые хотят все еще... Не иметь никакой ответственности за себя, за свою жизнь. И быть девочками в своем возрасте. Поэтому, ну, конечно, в семье в нашей все женщины самодостаточные и работают. Поэтому такое вряд ли кто-то будет носить. И это было бы как минимум странно. Так. У нас есть еще один жакет. Сейчас сниму свою толстовку. Покажу, как это выглядит. Если он на меня будет как раз. Опа. Так. Хоп. Ой, колется. У-у-у, как неприятно. Как такие вещи люди носят, не понимаю. Тоже воптигон. Но выделка материала, кстати, интересная. Она такая, знаешь, как кольчуга смотрится. Вот. Маловато мне, конечно. Да. Такая железная леди. Маргарет Тэтчер. Да, такой слишком воптигон и очень сильно колется. Поэтому от этого, конечно, тоже избавляемся. Ох, прям даже снимаю неприятно. Прям такой скребет по телу. Так, следующее у нас, как это, трикотажный джимпирог, который сделан наподобие Олимпики. Тоже вот в этих джимпирогах. Вот странно, у меня тоже был такой белый, когда это было модно. И я прочувствовала все прелести и неудобства такой вещи. Почему? Потому что вот этот материал, ну, он сделан из хлопка чаще всего, вряд ли вы встретите шерсть. Он очень тоненький. Естественно, не греет. Это чисто такая вещь, типа накидушка. И молния вот эта вот, она очень тяжелая. И она тяжелее, чем ткань. И все это перекособочивается вокруг молнии. Выглядит, конечно, это ужасно. Вот, поэтому от этой штуки избавляемся. О, дальше у нас еще какое-то кружево. Так, кружевная майка. Тоже в стиле какой-то Венсдей Адамс или около того. Или мортиши. Ну, скорее Венсдей. Либо очень маленькая мортиша. Вот. Тоже странная вещь, очень готическая. Человек, конечно, такое не носит. Поэтому отправляем на переработку. Так, что-то еще у нас с какими-то пахетками. Господи. Ух ты боже мой. Привет из 90-х. Хоть отправляй в секонд. И тут, смотрите, и на плече, и вот внизу. Ну, все это такое вот интересное, что это у нас водолазка. Да, и вот эти бусинки, они, конечно, тоже уже начали облупаться, облепляться, облетать. Ну, идея, задумка прикольная, что это сделано на черной ткани. Какие-то такие яркие моменты вышиты. Но, помимо того, что здесь очень облепляться, ну, сверху начала облетать уже, смотрите, что здесь. Это маленькие бусинки, пуговки. И они тоже какие-то детские. То есть, это либо детская, либо для инфантильных женщин. Что странно. Вот. Потому что все женщины в нашей семье всегда работали. По-моему, не было никого, кто не работал и на попечительстве у мужа был. Так. Сексуальная вещь. Майка какая-то тоже непонятная для чего. Просто майка с цветочками. Тоже непонятная синтетика. Избавляемся. Так. Это что? Шапочка. Не шапочка, это топик. Блестящий топик. Вот такой. Выглядит стрёмно. Какой-то он такой, знаете, какой-то. С Алиэкспресс пришел, как будто бы. Снизу уже тоже нитки облетают. Нет. Избавляемся. Так. Красная. Что это? Красная кофта. С горловиной, которая называется вода. Она вот здесь вот так вот лежит аккуратно. Драпируется. И получается как будто бы а-ля вода. Ну, странно немножко выглядит. Если это не шерсть, то сразу же избавляемся. Акрил. Сто процентный акрил. Кашемир лайк написано. Магазин лайм. Кстати, удивительно. Мэйден Бангладеш. Лайм магазин сейчас до сих пор существует. И очень хорошо себя чувствует. Но, я не знаю. Мне казалось, что у них качество вещей сильно повыше. Это прям какая-то, видимо, из начала, когда они только начинали. Так, хэбэшное, вязаное, что-то. Что-то. Опять же, да. Вязаная из хлопка. Покупная. А, тут 50 тонн хлопок, 50 акрил. Ну да, это, видимо, еще и пластиковая штука. Поэтому, конечно, избавляемся. Даже без сожаления. Такое сейчас совсем совершенно не актуально. Ой, еще из такого же материала. Да, если я сейчас не ошибусь. Сейчас посмотрим. Так. Макс и Спенсер. Бренд. Английский. А где состав-то? 95 хлопок, 5 полиэстер. Ну, тоже спрашивается. Вот, если тебе как бы... Холодно. Хочется носить что-то тепленькое. Но хлопок, вот в таком виде, как свитер, он не греет. Поэтому, зачем он нужен, непонятно. Хотя, очевидно, вот эту штуку никто не носил. И, кстати, тоже обратите внимание, если будете трогать вещи, вот из вязаного вот этого хлопка, они такие жесткие, вот в них неуютно, как в каких-то там шерстяных или даже полиэстерных акриловых вещах. Не понимаю, для каких вот нужд вот такое делалось. Есть вопрос, когда это придумывал вообще дизайнер, на что он ориентировался, для чего. Так, опять у нас вот эти вот, у кого-то была любовь к этим рубашечкам, видимо. Тоже какой-то... Почувствуй себя Марией Антуанеттой, как минимум. Опа! Как-то я померила одну из таких вещей, показала мужу. Говорю, ну как тебе? Он такой, господи, что это за ужас? Сними это, пожалуйста, ты похожа на бабушку. Вот, поэтому, да, девчонки, смотрите внимательно, чтобы вот все вот эти вещи были действительно, если вы хотите быть сексуальны, чтобы они действительно были сексуальны, а не привет от бабулечки и навеевали что-то бабушкина в голове. Так, еще один пиджак. Опа! Ну, это тоже. Тоже вот пиджак. Так, в чем проблема пиджаков часто бывает, недорогих? Они как тряпочка. То есть, вот хороший пиджак, он должен держать форму. А вот этот даже на мне, смотрите, как он тут. Непонятно вообще. Да, это непонятно вообще для чего. Никакого класса, люкса и какого-то состояния, что ты какой-то супер профессиональный, такая вещь не добавляет. То есть, вот, ну, смотрите. Хопа! Ну, что это такое? Это не пиджак. Это какая-то накидушка, которая пытается косить под пиджак. Дальше у нас тоже вот привет из двухтысячных. Вот это, наверное, было мини-платье все-таки, какое-то микро-микро-микро-платье, потому что оно совершенно-совсем короткое. Мне оно хорошо, если будет прикрывать пах, а может и не будет. Ну, и такой вот типа а-ля, хиппи-стиль. Конечно, да, тоже уже избавляемся, потому что совершенно неактуально и не современно эта вещь. Так, что тут? Юбка, что ли? Да, юбка. Господи. Да, юбка-карандаш мини. Сейчас такое, мало того, что неактуально, даже опасно носить, потому что даже в офис нужно, чтобы была коленочка, ну, просят, если дресс-код есть, чтобы коленочка прикрыта. А если дресс-кода нету, то можно носить что-то и не такое строгое. Так. Так, какая-то куртка. Сейчас посмотрим. Прикольно разбирать вот эти вот все здесь вещи, потому что в основном они все более-менее на мой размер. И очень удобно все это на себе показывать. Так, тоже куртка, но... А, нет, ровно. Странного молочного цвета, цвета топленого молока. Ну, тоже вот такая вещь, с немного странным дизайном. Чуть-чуть я высоковато для нее. Смотрите, здесь вот такие сборки на рукавах. В принципе, она неплохо сделана. Но непонятно, куда в таком ходить. Сейчас есть гораздо больше интересных вещей, нормальных цветов, потому что это и такой цвет болезненный, я бы сказала. И немного неактуальны вот эти вот кругленькие отвороты, кончики у воротника. В общем, да, избавляемся. Потому что сложная, скажем так, будет в сочетании вещь. С темным с чем-то не наденешь. Свет... А, тут еще дыра вон внутри. Ну, да. Много вопросов. С чем-то черным вниз не наденешь, потому что будет очень дробиться фигура. А у нее такая специфическая длина до середины. То есть нужно до середины бетер. Вот. То есть сразу расширится вот это место. Поэтому нужно что-то светлое вниз. Но светлое тоже есть вопросы. Потому что если ты наденешь классические голубые джинсы, у них чистый голубой цвет. А это такой грязноватый. И вот эта вещь на фоне этих голубых джинс будет смотреться еще более грязной. То есть нужен какой-то светлый низ такого же грязноватого, светлого оттенка. То есть, ну, чтобы носить эту вещь, помимо того, что ее нужно починить, нужно еще найти специфический низ для нее. Это сложно, поэтому чем захламлять еще вещь, проще от нее избавиться и не париться. Так, едем дальше. У нас здесь... Господи, сиреневый. Сиреневый свитер. Очень странный. С пуговицами только на... Ух ты! С пуговицей только внизу. Зато две дырки для пуговицы. Причем это не дырка, это именно вот специальная прорезь для пуговицы. Может быть, это как-то вот так должно было быть? Слушайте, у меня прям загадка. Очень странно. Давайте я на себя надену. Что это тут? Изобретаю велосипед. Пытаюсь разобраться. Ах, колется. Ужас. Так, возможно, это вот таким образом. Здесь. Опа. Ужасно колется. Нет. Загадка для меня этот свитер. Как-то вот... Очень странная вещь. Еще и жутко колется. Видимо, тут шерсть все-таки составит. Ох, нет. Не могу. Мне очень неприятно. Так, едем дальше. Здесь еще одна, видимо, хлопчатобумажная свитероподобная вещь. Сделанная. Акрил. Нейлон. Прекрасный состав. Ну, тоже понятно. Ой, она еще такая, знаете, плохо тянущаяся. Тоже неуютная. А-ля тот светлый хлопчатобумажный экземпляр на тему свитера. Избавляемся. Так. Очередная странная вещь на тему олимпийки, куртки. Тоже очень странная вещь. Вроде бы как бы с подкладом, с претензией на то, что не должно быть холодно. Ну, как-то, знаете, типа а-ля ветровка. Вот. Ну, конечно же, здесь уже... Не современная вещь, потому что это не только из 90-х. Мне кажется, это из 70-х, 80-х, судя по оттенку голубого цвета. Вот тогда окрашивали в Советском Союзе еще вещи в такие цвета. И выглядит... Это очень странно. Давайте вот тут еще посмотрим. Вдруг кто-нибудь припрятал какие-нибудь платы старенькие. О, правда, кто-то припрятал. 5 сантимов, 2 сантима и 1 сантим. 8 сантимов нашли. Да, ну, конечно, это отправляется туда же, на пенсию. Так, юбка. Ой, слушайте, помните, я недавно выкладывала видео, где я разбирала свои вещи и выкидывала. Не в таком количестве, как здесь, конечно. Потому что провожу ревизию регулярно. И у меня был топ. Очень-очень с похожим принтом. Ну, прямо они вот как два брата-акробата. Единственное, здесь прям белый фон. А у меня был такой, ну, знаете, как пожелтевшая бумага. Вот такого цвета фон. Очень похожий. Единственное, что если тот был из какого-то приятного полиэстера, то эта юбка из неприятного полиэстера. Поэтому, конечно же, мы ее отправляем на пенсию. Никто в ней ходить здесь. Вряд ли кто-то здесь будет ходить. А вот это просто под названием «Последний раз выйти замуж». «Последний шанс выйти замуж». Вот так даже. Посмотрите, какой Барби стайл. Ух, еще такая пуговица. Смотрите, прямоугольная. Так, опять меня отвлекли. Ну, в общем, пиджак из начала 90-х с веселеньким названием «Последний шанс выйти замуж». Ну, конечно, мы от него избавляемся. Но очень интересно, на самом деле, наблюдать, какие раньше были варианты. То есть это как будто бы габардин. Смотрите. Он так интересно в целом сделан. Но ткань такой, вытканно она интересна. Но принт, конечно, совершенно дурацкий. И сейчас даже можно было бы в нем как-то еще его приспособить куда-то при условии, что если бы был какой-то низ. Брюки в идеале более-менее современного кроя прямого. В принципе, можно. Но сам по себе, вот один, как он есть, его, к сожалению, будет очень сложно компоновать. И нужно будет под него прям целое собирать все остальное. Поэтому мы от него избавляемся. Дальше у нас есть кофта персикового цвета, удлиненная. Судя по всему, хлопок с какой-то синтетикой. Сейчас проверим. Нет ярлычков, тут уже что-то никаких нет. Но опять же, она светлая. И она будет очень-очень бледнить. Поэтому от нее избавляемся. Здесь в бомбу есть очень много хороших вещей. Так, опять что-то жутко синтетическое. Жутко синтетическое. Я помню себе из такого материала, как-то купил пижаму. И это, видимо, тоже верх от такой же аналогичной пижамы. В ней вот спишь и чувствуешь себя просто как в пакете. И такие пижамы с очень классными, прикольными принтами делают H&M. И я каждый раз клацаю, потому что мне нравится принт какой-нибудь забавный. Смотрю состав, понимаю, что это вот этот синтетический, ужаснейший, типа атлас. И прохожу мимо, потому что понимаю, что спать в этом как в пакете будет. Так. Дальше у нас тоже прилеты из 2010-х каких-то. Когда модно было носить вот такого плана кофточки, такая тоже тянущаяся, кофточка под названием «Ни о чем». Тоже избавляемся, потому что, конечно, это уже никуда не годится, не современно, ничего. Так. Еще один вариант на тему вот этой трикотажной водолазки без рукавов. Только это еще мало то, что закатанное, у нее еще и вот. Видно вам будет? Не знаю, сейчас покажу. Не, на камере как-то не видно. А в жизни видно, что ее уже много раз носили. И подмышки, конечно, затасканные. Потому что, ну а как еще? Носить ее, что, на какую-то еще с длинным рукавом чем-то? Ну, странно. Так. Странная юбка. Тоже такая. Хорошо сшитая. Вопросов нету к тому, как шита. Это ткань, все хорошо. Но состав? Made in Scotland, Шотландии сделано. Hand wash only. Полиэстер с вискозой. Даже удивительно. Я думала, это какой-то вариант хлопка с полиэстером. Вот. И тоже вот этот юбка-плиссе. На талии и до бедер она зашита, чтобы не создать лишний объем. А снизу-плиссе. Ну и сейчас только ходит в, если это форма школьная, в таком виде ходит. А так, конечно, такие юбки уже никто не носит. Так. И юбка просто джинсовая. Расклешенная. Бренда Leap. Я тут уже перешла. Сейчас тоже ее отложу. Покажу ее чуть позже. На, когда буду низы мерить. Вот. А вот это юбка Дженнифер. Детская юбка. Или забавная юбка, кстати. И, кстати, вот такие вытертости. Сейчас опять в тренде. Надо будет тоже горя отвести. Смотрите. Она спереди, как обычная юбка, так у нее кармашки вот здесь вот протерты. А сзади, смотрите, как интересно сделано. У нее как будто бы пришита боком задняя часть от джинс. Интересно все. И все это плюсом равномерно вытерто. Я не очень люблю вот такие вытертости. Но сейчас они прям опять как никогда актуальны. Можно будет Гале ее выдать. Так, и что-то тут максимально что-то такое сложное. Сейчас мы посмотрим, где вверх, где вниз. Так. Да, это нужно вывернуть. Так. Сарафан. Сарафан хэллоуинский. Я бы так назвала. Сейчас, если он на меня наденется, я вам его покажу. Да, это прям хэллоуинский такой сарафанчик. И даже мне подошел по размеру в груди. Можно его для этой цели и использовать. Но в жизни, конечно, непонятно, куда в таком ходить. Потому что более чем устаревший дизайн. Сейчас я попробую в полный рост влезть. Купа. Вот. Более чем странный дизайн. Но если найти ведьминскую шляпу, то в принципе... И ничего. Но вообще, да, кроме как изображать из себя ведьмочку, этот наряд уже никуда не пригодился. Так. Вот эта юбка Ли. Вполне себе жизнеспособная в современных реалиях юбка. Вот. Футболка. Юбка. То, что она выше колена. В принципе, очень удобно ходить. Хочешь в шортах лет. Хочешь в этой юбке. Очень даже норм. И она еще и... Слушайте, я что-то решила. Эти штаны. Они, правда... Ой, чуть-чуть видно белье. Вот так вот. У них чуть ниже средней талии. Это стрейч бархат. Или стрейч... Не бархат. Стрейч вельвет. И в 2010-х за такие штаны я бы, наверное, убила. Потому что это был просто последний писк моды. Какие-то суперские штаны. Они вот здесь еще на кнопках. И они на самом деле чуть-чуть узковаты. То есть, благодаря тому, что они стрейч, я их застегнула. Но вообще... Надо втягивать живот. Маловато они мне. Вот. Вообще пушка просто. Штаны какие-то очень классные. И, конечно, их можно очень здорово стилизовать. Но я не буду, потому что мне они, конечно, маловаты. Вот. Оставлю их здесь. Может, кто-то из девчонок, сестер или сестра Ника, может, приедет. Может, в них походит. Потому что, да, мне кажется, что она чуть более худая, чем я. Так, едем дальше. А, что? Здесь есть одни штаны, которые, в принципе, не нужно мерить. Какие-то вот такие странные брюки. Ну, а потому что они... Они с высокой талией. Видите, тут и гульфик длинный, и, в принципе, вот эта часть достаточно длинная. То есть, высокая талия. И они получаются бриджи. Кто ходит в таких вот бриджах сейчас? У меня есть вопросы. Вот. Ну, и помимо того, что у них странный десант совершенно никто, где-то... Блин, сейчас уже стало темно, и пришлось включить свет. Но где-то на них были желтые пятна, вот такие ржавые. А, вот. Вот пятно просто как будто каким-то жиром или маслом жирным залепили. А, и вот на жопе вот эти какие-то коричневые пятна. В общем, от них мы избавляемся. Что здесь есть? А, еще штаны а-ля какого-то пижамного формата. Так, они здесь на пуговке. Сейчас я их выверну, чтобы было хотя бы понятно, как это работает. Да, тоже из тоненького-тоненького хлопка, даже ситца, наверное, сделаны эти брюки. То есть они прям вот пижамные, потому что, ну, они настолько светятся. Да, тоже, конечно, из-за света надо заканчивать уже, снимать видео, потому что не хватает света, чтобы вам показать. Они совершенно светятся. Видите, мое кольцо как пролегает. А если это будет любое белье, это, конечно, все тоже будет видно. Поэтому пижамные штаны, ну, можно, наверное, оставить. Вдруг кто-то захочет в них спать. Оставлю. Вроде бы с ними все так в порядке. Я бы, конечно, хотела бы не спать. Ну, пока оставлю. Так, и сейчас, что у нас тут еще? Тут есть вот еще какие-то штаны. Chances какого-то бренда. Тоже неизвестно у меня. С очень гламурной пуговицей. Смотрите, она блестится. Так, и штаны. У них вот здесь вот, видите, были когда-то какие-то блестки, которые отвалились. И клей при этом остался. А так, штаны прямые. И, в принципе, их можно было бы даже в современный гардероб стилизовать, заменив вот эту вот пуговицу. Но из-за того, что вот здесь вот остался какой-то клей, конечно, этим никто заниматься не будет. Отправятся они на переработку. Или кто-то, может быть, захочет забрать их из контейнера. И сейчас я попробую переодеться. Если мне будет как раз вот тот костюм, который я откроладывала в прошлом видео, в полоску, пиджак и брюки. Сейчас вместе посмотрим. Смотрите, какая за шага. Мне это напоминает костюм Битл Джусер. Он тоже в такую черно-белую полоску. Но, смотрите, здесь достаточно приятный материал. Вот если его носить. Это какая-то синтетика. Такая немножко... Вот полоски белые, они как будто из искусственного бархата, что ли, сделаны. А темная это просто ткань. Сейчас. Я надеюсь, вам будет видно фактуру. Вот так. И очень интересная деталь. Смотрите, как здесь сделан пояс. То есть застегиваются брюки вот здесь на пуговице. И потом пояс вот здесь продевается сквозь шлевку. И тоже застегивается на две пуговички. Они тоже придуманы так, чтобы сидеть на талии. Ну, понятно, что это 2000-е. Там всё было на талии. Вот. И они только... Ну, поскольку очень хорошо тянутся, они на мне застегнулись. А так, конечно, я тоже понимаю, что они должны быть чуть-чуть посвободнее. Они так, конечно, сверху смотрятся на мне в облипо. И снизу как клеша. А должны, по идее, быть чуть-чуть посвободнее и просто прямыми быть. Ну, и ростовка мне чуть-чуть тоже коротковата. Потому что вот этот пиджачок должен быть где-то вот примерно вот на такой длине. То есть мне не хватает сантиметров 10. Или слишком я высокая на 10 сантиметров. Вообще, очень угарный костюм. Не знаю, правда, кто в нём. Будет ходить. Потому что это только на какое-то там мероприятие, на которое можно вот именно такое... Ну, какое-то костюмированное. Может быть, вот сейчас, типа на Хэллоуин. Да, там, если сделать какой-то макияж и вот этот костюм. Стилизовать это в какую-то шляпу или какие-то безумные украшения. И будет забавно смотреться. Но так вот в жизни уже слишком неактуальный дизайн пиджака. Потому что такие короткие пиджаки, даже это не пиджак, а жакет. Потому что он вот такой в облипочке, то есть мужские пиджаки, а не прямые. И сейчас то, что женщины носят, уже называется не жакетом. Потому что жакет это вот по форме как пиджак, но он в облипочку и коротенький, да, жакет. То, что прямое, то, что сейчас современное. Это все у нас называется пиджаком, потому что он слизан с мужского формата. Как бы мне так вас поставить, чтобы вам в глаза не била лампочка. И было при этом меня видно. Так, будет здесь стоять у меня штатив? Не будет. Так, ну, значит, сяду на карты, как гопота из тех самых начала 2000-х. Вот, и в целом у меня, как бы, мне очень нравится этот пиджак. Если его носить не в жизни, а в офис, потому что это будет видно, что это не актуально и не современно. Именно из-за кроя, потому что материал такой забавный, можно было бы носить. Вот, поэтому этот пиджак я с брюками, я пока оставлю. Опять же, на тот случай, когда мы будем разбирать все, может быть, куда-то это пойдет. Вот, так, ну что. Мы разобрали с вами вот этот вот весь ящик. На следующий раз у нас пойдет вот этот ящик на третье видео расхламление в этой кровати. И там как раз то, что я вот обещала, там очень интересный, там сервиз. Что у нас осталось? У нас осталась вот эта вот небольшая гора вещей, которые отправятся обратно в этот ящик. Ну, на будущее, мало ли, пригодится. И вот такая достаточно большая уже вторая сумка. То, что мы отправим на переработку. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Буду очень рада пообщаться, поспетничать с вами в комментариях, что вы думаете по поводу каждого лота. Может быть, у вас есть нечто подобное. Или, может быть, вам что-то приглянулось. Или есть что прокомментировать. В общем, любые мысли пишите в комментариях. Будем с вами общаться и болтать по поводу шмоточек. Все, хорошего денечка, вечерочка. Пока-пока.